Но перед этим. Украина уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Об этом заявил Курт Уолкер. На данном этапе Украине нужно изолировать Крым от России путем подрыва Крымского моста и уничтожения военной базы в Севастополе. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер. Он подчеркнул, что Крым очень важен для будущей безопасности Украины, поскольку будет очень сложно обеспечить безопасность по мере на море без контроля над полуостровом. Уолкер добавил, что сейчас нет никакой нужды захватывать Крым военной силой. Сейчас необходимо изолировать Крым от России, подчеркнул он. По его словам, в частности, это можно сделать снова, ударив по Крымскому мосту. Вот давайте услышим полное заявление Курта Уолкера. Возможно уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время. Господин Федоров, сегодня как раз западная пресса написала, опубликовала, то, что такой скрин сделали с датой контрнаступления. Ну, коль уже не это сделали, я просто повторяю или пересказываю, это 30 апреля. Я предполагаю, не будучи военным экспертом, что если они написали, что это 30 апреля, то это будет когда угодно, но только не 30 апреля. Тем не менее, у нас есть вот Бахмут, который все еще пытаются взять. Очень много заявлений по поводу Крыма, как его деоккупировать и как его отрезать по-живому от материковой России. Ну и, в частности, контрнаступление, которое у нас как будто бы в воздухе где-то зависло, ну и там в перспективе месяца-двух, наверное, где-то так оно состоится. Как вы считаете, что сегодня происходит в информационном пространстве, насколько активно с разных видов оружия обстреливается наш Ураг? То есть там Генштаб, Российская армия, Минобороны. И понимают ли они на данный момент, за что хвататься? Удерживать Бахмут и продвигаться? Держаться за Крым? Мы увидели эти линии обороны в Запорожской области, но кажется, что как будто бы враг крайне растерян. Правильно кажется, враг, конечно, растерян. Потому что, видите, какая история получается? Русский пруд, ну, такое было в пору моей молодости, выражение пруд как на буфет, да? Но когда с продуктами было туго. Так вот, пытаются всеми силами взять Бахмут. Почему? Зачем им это нужно? А нужно потому, что нужно продемонстрировать хоть какой-то военный успех Владимиру Путину, у которого назревает 9 мая. 9 мая в прошлом году он произнес какую-то невразумительную речь, непонятно, чего там он хотел сказать. В этом году ему нужно продемонстрировать какие-то успехи, а успехов нет. Значит, вот взятие Бахмута, если действительно русские войска смогут это сделать вместе с вагнеровцами, но вот они подадут это как великую победу, как очередное взятие Берлина во время Второй мировой войны. В общем, будут бить в барабан, дудеть всякие дудочки пропагандистские и изображать победителей. В военном плане взятие Бахмута мало что даст России. Я думаю, что, в общем, ничего не даст, кроме некоторой дополнительной головной боли. Но об этом в другой раз как-нибудь поговорим. Тем не менее, нужно что-то делать. А взятие Бахмута и вообще концентрация усилий на Донецком фронте, естественно, ослабляет позиции России в Запорожской области, где, ну вот как можно предположить об этом, и, значит, Курт Волкер как-то так намекал, что, в общем, там могут быть интересные события. И самое интересное, конечно, в том, о чем говорил Волкер, это удар по Крымскому мосту. Ну, например, взрыв какой-нибудь там случится. Может быть, еще более мощный, чем взрыв, который был предыдущий взрыв осенью прошлого года. Если так, то тогда Крым действительно будет наполовину изолирован вот в нынешней ситуации. Потому что восстанавливать, по-моему, еще и окончательно железнодорожное движение там полностью не восстановлено в тех масштабах, в каких оно было до этого взрыва. Ну, а если еще что-нибудь случится, там какой-нибудь беспилотный катер подойдет к этому мосту, взорвется около опоры, или ракета какая-нибудь прилетит. Все же может быть, все бывает на войне. Тогда где будет, как будет снабжаться Крым? Ну, если Крымский мост выйдет из строя, он будет снабжаться только по железной дороге, которая идет от Донецка на Волноваху, потом на Верхний Татмак, дальше на Мелитополь, это ответвление на Джанкой. Вот единственный путь снабжения. А теперь представьте себе, что еще начнется какое-то... начнется наступление вооруженных сил Украины в Запорожской области. От Углидара, который находится под контролем ВСУ, до Волновахи, по-моему, где-то от 15 до 20 километров. Это даже не Мелитополь. А вот взять Волноваху, и все будет совсем хорошо для УСУ. Потому что группировка вооруженных сил России к западу от Донецкой области окажется полностью без снабжения. Если Крымский мост взорвется, и Волноваху возьмут. Вот два простых таких дела. Ну, простых, конечно, так это вот, когда мы с вами разговариваем. На самом деле, это все очень и очень непросто. Но ведь достаточно перерезать железнодорожную магистраль, которая идет от Донецка на Новую Каховку, и взорвать Крымский мост. Вот вам и все. И тут уже русским придется, ну, даже не знаю, что делать. Потому что грузовиками везти, ну, это очень сложно. Кораблями везти в Севастополь, ну, это совсем, ну, это очень дорогое удовольствие. Да и просто по масштабам этих перевозок, они, конечно, не сравнятся с железнодорожными. Вот простая вещь. Собственно, Курт Волкер об этом же и говорил. Не надо брать Крым вот таким штурмом в лоб. Достаточно его изолировать. А если изолировать, то все будет, само собой, оно и решится. Потому что без боеприпасов, без поставок там всего другого, чего нужно для войны, русские войска воевать не могут. Вот вам и ответ. Так что правильно говорил Курт Волкер. Что касается 30 апреля, ну, тут, знаете, я-то думаю, что эта вот игра в даты, она направлена на то, чтобы дезинформировать российский генеральный штаб и ввести в заблуждение военную разведку России, чтобы они вот метались, чесали в затылки и думали, а когда же оно начнется? Господин Федоров, вы сказали, что, ну, а что же им делать дальше, если действительно будет ликвидированный Крымский мост, отрезанные войска? Мы действительно с вами можем быть уверены, что они, поймите меня правильно, играют по правилам. То есть ясно, что это военные преступники, и мы уже увидели, как они нарушали все возможные правила и законы ведения войны, но я говорю в более широком и глобальном смысле. Я не сторонник того, чтобы вестись, например, ядерную эскалацию. Я не боюсь ядерной войны и достаточно скептично к тому, сможет ли и будет ли Россия использовать именно такой вид вооружения. Но, по крайней мере, в Украине время от времени очень активно обсуждают, что пережить потерю Крыма в России не могут. И как будто бы разными информационными каналами, дипломатическими, они передают, что если в Крым полезут, если Крым падет для России, то они могут использовать по одному из украинских регионов ядерное тактическое вооружение. Я всегда в этих случаях говорю, что, слушайте, ну должна же быть какая-то коллективная ответственность, мир должен ответить не ядерным оружием, а другим. Об этом очень много говорили представители США. Но Россия есть Россия. Сколько бы мы не применяли критическое мнение, сможет, не сможет, все говорили, что и войну не начнет Путин. Начал. Вот здесь мы действительно можем быть уверены, что понимая, что Крым для них потерян, что они не будут использовать другие виды вооружений. Ну а какие другие виды вооружения, кроме ядерных? Ну, химическое оружие, но его использовать бессмысленно, это оружие тактическое, к тому же очень опасное для тех, кто его использует, потому что в зависимости от того, куда дует ветер, вот это облако ядовитого газа, оно может быть, его движение может быть совершенно непредсказуемым, в том числе и свои собственные войска попадут под это облако. И к тому же масштабы, географические масштабы, значит, вот этой газовой атаки, они небольшие. И опыт Первой мировой войны, где это оружие применялось достаточно часто, показывает, что, в общем, толку от него особого нет. Вот когда речь идет о противопартизанской войне, там, в джунглях где-нибудь или в горах, да, там оно применяется, применялось. А теперь ядерное оружие. Вопрос ведь вот в чем. Хорошо. А какое ядерное оружие? Против какой цели? В каких масштабах? Знаете, вот я давеча посмотрел учебник, российский военный учебник по применению оружия массового уничтожения. Так вот, ядерный боеприпас мощностью в 20 килотонн, это примерно столько, сколько было сброшено на Хиросиму и на Гасаки, значит, зона сплошного поражения вооруженных сил, которые находятся, ну, солдат и живой силы, и вооружений, там, танки и так далее. Так вот, если солдат находится в укрытии, то зона такого сплошного поражения – это круг радиусом примерно в полкилометра. Ну и там дальше можно определенные градации. В общем, где-то, ну, круг радиусом километра. Вот примерно зона, где солдаты, техника и так далее, вооружения могут быть уничтожены или серьезно повреждены. Значит, вот теперь представьте себе, а сколько понадобится таких ядерных боеприпасов мощностью в 20 килотонн для того, чтобы уничтожить достаточно рассредоточенные, ну, скажем, 10 батальонов, батальон тактических групп или батальонов, сейчас батальон тактических групп вроде бы не применяется уже. Значит, 10 батальонов рассредоточенных, вот вам 10 таких боезарядов. Рискнет Путин использовать вот такое количество, не один, как он говорит, а вот теперь мы будем там один боезаряд взорвем где-нибудь на 10. А как будет вести себя, ну, скажем, Запад, когда вскроет подготовку к такой ядерной атаке? А где гарантия, что Соединенные Штаты не нанесут превентивный или упреждающий ядерный удар или не ядерный удар по войскам Российской Федерации, которые находятся, ну, допустим, на оккупированной территории Украины? А для того, чтобы уничтожить эти войска полностью, я имею в виду российские войска, достаточно одного залпа крылатых ракет «Тамагавк», которые находятся на американской экскадре, которая базируется в Средиземном море. Вот там находятся два, по-моему, нет, один крейсер, четыре эсминца, но на одном эсминце несколько десятков пусковых установок этих самых «Тамагавков». Вот мы говорили об эсминцах как основной силе морской, применительно к Тихоокеанскому региону, к Тихому океану. Вот просто имейте в виду, что 96 пусковых установок для крылатых ракет имеются на эсминце. Но не все они используются для залпа. Там многие, примерно половина используется для зенитных ракет. Но, тем не менее, вот с четырех эсминцев и одного крейсера может быть запущено примерно 150 крылатых ракет «Тамагавк». С высокой точностью и достигнуть территории Российской Федерации им нужно не так уж много времени, а сбить их. В общем, все сбить невозможно, даже если русские используют все свои зенитные ракеты. А кроме того, на берегу Черного моря находится еще город Сочи. А в городе Сочи есть местечко под названием «Бочаров ручей», где любит отдыхать Владимир Путин. И там у него есть рабочий кабинет, как говорят. Так что даже вот такой простой ответ, сравнительно простой, без применения ядерного оружия, в ответ на попытку применения такого оружия против вооруженных сил Украины, я думаю, что он достаточно отрезвляюще действует на российских, ну, на кремлевских мыслителей, которые там, значит, чешут голову и думают, что делать. Вот я так понимаю, что не будет Путин использовать ядерное оружие, не рискнет. Вот. Слишком тяжелые последствия для него будут. Я очень надеюсь, господин Федоров, что вот эти очень рациональные аргументы, которые вы сейчас перечисляете, и там в Кремле тоже понимают, фиксируют, и в какой-то степени, наверное, хотят жить и иметь хоть какое-то будущее. Редактор субтитров А.Семкин